Итак, сегодня наша задача научиться шить с вами вот такой вот карманчик в брюках по косой линии. Для этого мы делаем примерку брюк. До примерки этот карманчик я шить не рекомендую, потому что очень часто линия талии у наших брючек может корректироваться. Говорим, что ставим ее по месту. Поэтому ваша задача сметать наши брючки, заколоть их, поставить белые ниточки по центру, заколоть, как будто вы застегнули застежку, и только после этого согласовать с клиентом или самими с собой вход так называемый в карман. Вот я, например, вот эта имитация бокового шва у меня, я, например, хочу видеть этот кармашек вот в таком виде. Обычно длина этого кармашка 16, 14, 15, 16 сантиметров. Иногда для боковых кармашков это бывает больше. И вот так сверху у нас будет припуск на обработку нашего шва. То есть вы намечаете вход в карман уже во время примерки. Итак, мы сняли наши брючки с фигурки, разметали боковой шов на участке кармана. Дальше он может у вас оставаться сметанным. И по большому счету я разметываю и шов сидения. То есть вот этого припуска у меня тоже нет, потому что я работаю с двумя отдельными брюченками. Шов сидения у меня обрабатывается позже, когда уже готовы до конца обработаны вот эти обе брюченки. И боковые, и шаговые швы. И выполнены кармашки. Ну а мы пока разметали вот этот шовчик. Спинка лежит отдельно, она нас не интересует. И вот работаем только с полочкой. Я по намеченной линии аккуратненько прорисовываю нужный мне вход в карман. Затем я отодвигаюсь на 7 миллиметров, для того чтобы у меня получился припуск входа в карман. Вот так я его наметила. Но прежде чем отрезать вот эту часть, я беру листочек бумаги формата А4, подкладываю его вниз, вот таким образом, и аккуратненько копирую на него все, что мне нужно. Вот это вход в карман, вот это линия осреза. Вот это у меня припуск. Вот так ткань мне попалась, уголочек у нее, уголочка не хватает, но ничего страшного. Вот это у меня шов. Я его тоже помечаю. И дальше, 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 и дальше меня не интересует. Опять вход в карман, опять припуск. То есть я скопировала сюда полностью внешний вид вот этой нашей верхней части брюк. Убираем. Берем линейку. Подрисовываем вот сюда. Эта линия у меня входа в карман. А вот эта линия, это припуск входа в карман. Поэтому я прорабатываю детально вот эту часть. Это припуск на обработку. Он у нас оказался там довольно большой, мы его сократим потом в конце концов. Вот такой вот припуск у меня идет. Так, и это вход в карман. Дальше меня не интересует, что мне теперь хочется сделать. Мне хочется нарисовать мешковинку. Для этого я кладу вот так вот ручку сюда, чтобы у меня было понятно и удобно. И понимаю, что мне нужно сделать мешковину примерно вот такую вот. Она у нас получится достаточно большой. Если я эту мешковинку сделала, я ее сейчас вырежу и вырежу такую же точно мешковину из основной ткани, потому что уголочек мы отсечем. А другую мешковинку я вырежу из подкладочной ткани. И то, что у меня получится, вам дальше покажу. Итак, мы с вами наметили вот эту линию. Вторая линия это припуск на обработку. Скопировали это все на бумагу. Затем по этому лекалу, по бумажному, я вырезала вот такую деталь. Для удобства рисую прямо на лицевой стороне, потому что это мыло. Мы должны отрезать теперь вот эту часть с учетом припусков. И компенсировать ее соответственно вот этой частью. Вот она у нас уже подготовленная и получилась. И, конечно же, нам нужна вторая мешковинка. Вторая мешковинка будет пришиваться у нас к входу в карман непосредственно. Она обычно выкраивается из мешковины или из какой-то подкладочной ткани. Вот и все. Собственно говоря, мы будем обрабатывать с вами только один кармашек. Это вот этот. И сюда у нас будет пришиваться вот эта наша мешковинка. Вот таким вот образом. Но прежде чем начинать мы будем с обработки входа в карман, прежде чем его обработать, нам нужно его укрепить. Для этого мы берем нити прошивную кромку, вот такую. Вырезаем ровненько по вот этому. Идем на утюг, приклеиваем вот это сюда. Затем укладываем на проклеенную линию вот таким образом мешковинку. Прикалываем булавочками и прошиваем по ней. Процесс мы вам покажем. Итак, мы усилили вход в карман. Приклеили сюда на утюг нити прошивную кромку. Переворачиваем к себе лицо, укладываем мешковинку, выкроенную из подкладочной ткани. И ее, конечно, можно прометать, приметать, но я просто ее приколю. Так будет быстрее, чтобы показать вам, как я это делаю. Это не принципиально. На самом деле, любая сметочка должна предварять с собой ваши иголочки. Любите их, используйте их постоянно. Потому что просто так начать приметывать, не зафиксировав это иголочками, нам практически нельзя. Вот так я все скрепила. Начало, конец у меня ровненько. И иду на машинку. На машинке иголочку сдвигаю в крайнее правое положение, чтобы шов был у меня небольшой. Делаю закрепочку. И прошиваю со стороны проклеенной детали. Как всегда легче. Все прошили. Ниточки сразу почистили. Мусор мы не любим. Удаляем булавочки. И обязательная история. Мы настрачиваем шов обтачивания на мешковинку. Делаем это со стороны лица. Взяла специально белые нитки, чтобы вам виднее было наши строчки. Затем этот шовчик утюжится. Ну, мне не хочется прерывать, так сказать, нашей с вами работы. Да? Утюжится с образованием переканта. А затем заметывается. Давайте сразу, минуя утюжку, мы его заметаем. В этой ткани, я думаю, будет неплохо достаточно. Вот так. И видите, так как вы проложили вторую строчку, этот тканик, это 1 мм со стороны основной детали, он сам собой безупречно, идеально выкладывается. Все мы заметали. И таким образом вход в карман мы обеспечили. Опять же, нужно пойти и зафиксировать это положение, то есть поутюжить. Предположим, мы это с вами сделали. Что дальше? А дальше мы вспоминаем, вот так это выглядит с лица. При желании можно проложить сюда отделочную строчку, если вы хотите. Ну, я допустим, этого не хочу. Тогда я беру свою вторую мешковинку. У меня на ней поставлена ниточка входа в карман. Вот она. Ну, нарисовала здесь, опять же, для того, чтобы вам было понятнее. И могу приметать сюда, могу просто вот таким вот образом приколоть. Приколоть начало и конец. Конечно, поставить закрепочки. Давайте поставим закрепки. Я хочу в 0,1 строчку сделать, допустим. Вот это я дошла до бокового шла. С этой стороны поставила закрепочку. И сверху мне тоже нужна небольшая закрепка. Ну, допустим, там 2 сантиметра, потому что один из них у меня все равно уйдет. Мы зафиксировали вход в карман, начало и конец. Дальше я обычно приметываю это еще раз. Вот сюда, для того, чтобы карман мой уже имел такое достаточно жесткое положение. Вот так вот я еще разочек приметала. После этого я иголочки свои могу убрать. Они мне больше не нужны. И у нас обработан вот таким образом. Сформировался целый бачок. Я могу его соединять уже с бачком спинки. Но, прежде чем приступить к этому, посмотрите наизнанку. Что мы видим наизнанке? Наизнанке мы видим вот такую вот историю. И сейчас пришла очередь прошить мешковинки. Мешковинки некоторые прошивают в чистый край. Это тоже можно сделать. Ну, а я показываю обычный, более простой, так сказать, метод. Вот так это выглядит с этой стороны. Значит, шовчик мы берем где-то сантиметра полтора. Я возьму. Дальше наступает очередь оверлока. Вы можете это окантовать. Я это обметаю на оверлоке и покажу вам результат. Обметываем. Значит, давайте посмотрим, что у нас получилось. Наизнанке это выглядит вот так. Осталось все поутюжить. На лице это выглядит вот так. Осталось все поутюжить и восстановить вот этот боковой шовчик. Я думаю, что вам понятно, как делать любой карман из бокового шва под наклоном. Если наклончик будет другой, технология обработки та же самая. Вот, собственно говоря, и все. Следующим нашим видео будет обработка гульфика.